Ну что же, в общем-то и все. Мы добрались до нашего завершающего урока. В нем мы, в принципе, ничего программировать не будем. Такой просто итог небольшой. И что я хочу сказать. Смотрите, по PHP у нас реально очень много было уроков, достаточно, в принципе, уроков. И, тем не менее, мы не охватили такую тему, как OOP в PHP. Вот таким вот образом, OOP в PHP. Упс, PHP. Мы эту тему не охватили. Потому что, ну, во-первых, это обширная тема, которую обычно в курсах уделяют на нее пару уроков. Буквально 2-3 видеоурока каких-то. Да, я считаю, эта тема большая, и на нее надо отделять буквально как новый целый курс. И поэтому я не добавлял ее сюда. А, в принципе, если вы захотите, вы можете где-то почитать о ней информацию. Найти о ней информацию, почитать. Но, почему еще я не добавлял эту тему в наш курс? Дело в том, что создавать динамические сайты, раньше они создавались без OOP. Это как бы уже новая такая технология OOP. Ну, достаточно новая, в принципе. Которая позволяет именно создавать движки сайта. И, ну, как бы, на ней теперь это модно, так сказать, работать с помощью именно OOP. Ну, и плюс это, конечно, удобно еще плюс. Но, в принципе, вы можете создавать динамические сайты без использования OOP. Это будет абсолютно нормально. Вот OOP это объекты, как бы, это классы. И, в принципе, мы вот когда MySQL учили, мы, в принципе, даже затронули неким таким... Чуть-чуть затронули даже OOP, так как вот эти вот New MySQL запросы, подсоединение к базе данных, это именно является объектом. То есть мы создаем новый объект подключения к базе данных. Ну, в принципе, что я могу сказать? Вы выучили PHP, основы выучили, вы выучили, как работать с базой данных, вы выучили многие функции для работы с PHP. И, в принципе, мы даже с вами создавали форму обратной связи. И, в принципе, я могу сказать, что этих знаний вам вполне хватит, чтобы построить какой-то хороший динамический сайт. То есть, если вы знаете HTML, CSS, PHP, ну и, к примеру, там JavaScript, ну, Ajax еще было бы замечательно знать, то, в принципе, вы можете построить некий портал, где будут и комментарии, и регистрации, и авторизации, и, в общем-то, все, что вам только нужно. Как добавлять в базу данных, я думаю, вы поняли. То есть, в обычном PHP вы начинаете писать вот этот MySQL, improved, и, в принципе, в нем записываете, подключаетесь, потом закрываете базу данных. Если пользователь, к примеру, вот, ну, то есть, как оно работает, если пользователь нажал, к примеру, на кнопку, зарегистрироваться, да, вы, значит, проверяете вот этот вот if is set, да, is set, да, что же такое, вот, там, к примеру, опять же, с помощью вот этого post, да, ну и так дальше, там, три точки поставим, да, и вот здесь, вот, к примеру, вы, если все хорошо у вас с пользователем, тогда вот вы, как раз, можете вот этот MySQL, improved, создавать новый объект, вот этот, да, и, в принципе, добавлять его, и потом закрывать MySQL, вот это соединение. То есть, в принципе, мы разобрали с вами абсолютно все, и для создания сайтов этого хватит. Ну, плюс, конечно, без практики оно очень сложно, потому что вначале, я когда выучил PHP, очень было сложно без практики, и, в принципе, даже не помнил, что такое циклы. Вот, но потом практика пошла, я начал создавать, 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 и, в принципе, вот, таким вот образом я и выучил. Вот, поэтому вы тоже не сидите с клавшей руки, попробуйте что-то создать свое, любой какой-то маленький сайтик. Плюс, их же потом эти сайты можно выставлять на продажу. Существуют биржи сайтов, так и видите, например, в Google биржи сайтов, или просто биржи сайтов, да, и, в принципе, вы можете создать какой-то сайтик, а потом попытать удачу, там, выставить его даже, ну, за 500, к примеру, рублей, да. Ну, это же неплохо. Вы, вот, первый такой сайт будет у вас, с которым вы заработали деньги. Это было бы очень, я думаю, неплохо. В принципе, то есть, главное, не сидите, а пытайтесь что-то делать. В общем-то, и все. Ну, и я не знаю, что еще тут добавить. То есть, поздравляю вас, вы выучили PHP и MySQL. Это также очень важно. Все, всем спасибо за внимание, спасибо, что были со мной. И, надеюсь, до скорых встреч. Пока.